Смотрите, сейчас я вам хочу быстренько, буквально, показать два уникальных прибора, которые в нашей жизни, вот этой ненормальной, городской, да и вообще природу, как мы загубили, вот вода, ну мы знаем свойства воды, и они объективны и так далее. Что такое водород? В последнее время вот эта водородная вода, тема молекулярного водорода, она в США, в Германии, в Японии, ну где передавая там науку, они, конечно, там понимают значимость. То есть она пока не очень широко освещается для населения, потому что уж больно тогда не нужны будут многие лекарства и так далее. В общем, вот маленький, до чего дошла наука, малюсенький портативный генератор водорода, демонстрирую. Значит, мы берем воду, вот я специально заранее приготовил, ну фужер ставим, да, например. Мы, значит, опускаем туда прибор, нажимаем кнопку, пошла генерация, вот сейчас мы увидим вот эти микропузырьки, видите, вот они уже на след, если посмотреть, сейчас она будет сильнее. И это генерируется водород. Значит, чтобы не было вреда для организма, эти штыри, то есть электролизный блок, он состоит из медицинского титана и покрытой платины чистой. Потому что, как известно, только платины инертный металл, который они выделяют при электролизе. Постепенно сейчас будут образовываться пузырьки, как туман, вот мы его пока поставим, пусть он три минуты, прибор автоматический, он выключится. ОВП повышает? ОВП в отрицательную сторону идет, то есть в минусовую. Нет, ну то есть повышается ОВП. Да, то есть он становится... Количество электронов увеличивается? Да, конечно, конечно. Количество электронов увеличивается. Да, то есть вот да. Количество электронов. То есть у нас есть свободные электроны, которые, так сказать, работают как антиоксиданты, потому что у нас, понятно, свободные радикалы, они как работают, вырывают электроны. А мы теперь можем поставлять электроны дополнительно, то есть мы тем самым... Это функция антиоксидантная, это раз. То есть, значит, меньше расхода ресурса организма на процессы окисления Теперь, значит, что такое вообще водород и его свойства? Есть еще спокапсула, вот такой большой прибор О нем я сейчас говорить не буду, сейчас я покажу Но у нас есть 4 видеоролика, если будет интересно Это чисто японская штука Она произведена полностью в Японии Значит, для внутреннего рынка Японии Даже в США их нет, есть только у нас У нас даже инструкция на японском, ну, на русском тоже перевели Значит, что здесь только? Вот такая летающая тарелка Из медицинского пластика и силикона Она кладется в ванну или в тазик с водой И человек либо моется, либо держит руки, ноги, таз И вот водород, как известно, самый маленький молекул Значит, моментально проникает в кожу Кстати, даже через полиэтилен То есть мы замеряем, даже через... Проходит Ну и, конечно, некоторые люди описывают Мне пишут, что обратная связь идет Идет иногда у некоторых ощущение То есть изменение состояния самочувствия С первой процедуры Что касается, значит, вот такого прибора Это вот мы как раз видим, вот этот портативный генератор Он-то в отличие от этих дешев Он всего 15 тысяч стоит с учетом, ну, дороговизма только за счет платина Это же... А мы не можем ставить, иначе это вредно для здоровья Нельзя приликнуть... Это не нагреть чайник там нержавеечный Это, извините, любая нержавейка Всего будут примеси металлов и выходить в воду Это нельзя, не для тяжелой металла Поэтому... Вот... И второй прибор... То есть он... Это, конечно, технологии будущего Это в карман удобно поехал Вот он, кстати, начинает мигать И он сейчас сам отключится Он уже фактически отключился Просто он показывает, что можно доставать Значит, кстати, вот можете водичку здесь хотите Выпить это вот посмотрим Ну, бывают ощущения сразу А у некоторых, конечно, бывают там от долгого применения только То есть там неделя, две А вот эта штука Это... Да не-не-не, хватит А вот это малюсенький приборчик Сейчас я пару слов о нем скажу Это еще не знают ни наши зрители Конечно, вкус великолепный Вот, и да А то, что ощущения, это надо просто понять И у меня есть, да, ссылки на сотни научных статей В разных журналах медицинских про водород Вот, если будет интересно, можно... И последнее, вот про этот маленький прибор Который вот так вешается на шею Что это такое? Это, значит, генератор аэроионов То есть, значит, это ионизатор портативный Который вокруг себя В радиусе метра уничтожает вирусы, бактерии и так далее Более того, создает определенные соотношения Вот этих отрицательных положительных ионов Это все измерено Вообще, это опыты еще изначально и Чижевского Но то, что было создано на основании учения Чижевского Там игольчатые стальные такие электроны А они при подаче высоких токов Фактически выпариваются, испаряются Металлы идут в воздух И мы этим дышим Это очень вредно Окислы там и азот Это очень вредно Этого здесь нет Тут применяются карбоновые щетки Это новейшая технология То есть, он вечно, его даже нет меняющихся деталей Только батарей И вот это, когда мы включаем Создает вот эту благоприятную среду А у нас же в помещениях застойные явления И нет свободных электронов практически То, что мы знаем, когда вот вода течет Водопады, вот эти эффекты целебные За счет чего? За счет энергии свободных электронов Вот свободные электроны, которыми мы дышим Теперь И меняется кардинальностью Это уже, про это скоро будет у нас Вот там, значит, ссылки на научные эти, работы и прочее Значит, вот такой маленький Причем он всего стоит Сейчас я скажу Ну, 10 тысяч рублей То есть, там 150 долларов Это очень достойно Это просто, да То есть, если это 15 тысяч, тоже Но это, извините меня, значит, прибор Вот Вот такие вот интересные, новейшие Мы их презентуем впервые Я имею в виду, по крайней мере, персональный ионизатор воздуха На вот этой выставке, которая скоро будет Вот прямо на днях Ну, а кто уже посмотрит записи Понятно, что это уже аппараты останутся и будут Есть такие были большие, которые фильтры воздуха еще являются До 0,01 микрона любые частички Вирусы, пыль, пыль, там все что угодно задерживают Но там нет картриджей сменных Там есть такие пластины и струны И внутренний такой блок создается в поле Оно внутреннее, где идет намагничивание всего, что в воздухе есть Прошедшее через эту камеру, да И остается на картридже Ты берешь, промываешь картридж, вставаешь обратно Ну, просохнет когда И вот такие аппараты, к сожалению, мы их давно очень ждем Там сложности с изготовлением Но они тоже скоро будут Даже у себя за городом, вот я бы знаю, где же Через день подходишь, поднимаешь Пальцем вот так берешь, черный палец Этим мы дышим То есть, вот какая есть технология Абсолютно экологическая Он потребляет 5-6 ватт Это большой прибор, 4-х вентилятор Японские подшипники, которые на 50 лет беспрерывной работы Вот это то, что ты за, так сказать, можешь получить Ну, просто вот, это легкие Это же вот то, что мы дышим А в городе, через несколько часов мы смотрим Вот как на лобовом стекле машины, знаете, вот эта черная копоть Тяжелый металл, все, чтобы Вот это вот все в квартирах и в городах Поэтому, к сожалению, мы стали жить, да, неестественно В городном большую часть населения Но вот эти приборы в этой неестественной жизни Дадут вот эти, так сказать, спасительные Прекрасно, прекрасно, Иван Сергеевич Вообще, это действительно спасительные приборы И, конечно, большое вам спасибо, что вы О них говорите, что вы их распространяете И что вы даете населению, в общем, возможность В этой техногенной среде Несколько улучшить качество жизни Улучшить качество жизни, однозначно Это очень важно и очень нужно Вот, и, Марла Решак, ну и последнее, что, так сказать, знаю Уже там ехать вам надо Я хочу что-то сказать Вот посмотрите на этот слайд Вот я хочу вас пригласить Ну, во-первых, вы помните, вы были у меня в Картошино Проводили там с группой занятий А вот это, вы впервые, вот видите Это, значит, у меня в Пушкинских горах Ну, Михаилов, с Кисима, Пушкин, да Во-первых, я хочу пригласить, просто погостить и увидеть Ну, и это раз, потому что там природа А Пушкин, навеянный его, так сказать, мир Вот это, сейчас на данных слайдах показано, как у меня тут рылся пруд Большой, огромный, ну, 30 метров И вот эти маленькие домики такие, дренажей, гостевые, бревенчатые Прекрасно Обратите внимание, даже кровля деревянная Да, сейчас как в старину был дощатый, да? Да, да Вот видите, какой тут идет подшип деревянный Второй накат скоро пойдет Сейчас они уже морилкой специальной, органической Они уже в такой... А будет сейчас фотографии Заровской Это на основе льняного масла и колоров Растений пигментных Разные Чудо И вот в таких домиках могут люди жить Со всеми удобствами, там все будет А интернет тоже, но он у нас не Wi-Fi, а проводной Потому что в каждый домик все входит Вода И это слободка, я называю То есть такие домики стоят Прут, а на противоположной стороне тоже такие домики будут Это такая деревушка, как бы будет Лодочка, все, знаете, вокруг растений Ну, которые я показывал Видите, смотрите, рядом что Теплички Вот я с большой... Это огромный экскаватор Да-да-да, совершенно верно Нагребает кучи яблоки, шестиметровые Я с ней... Вот этот большой дом, он уже работает, как отель Даже вот там на Зименской я рассказывал Врач строительства Она тоже проводила там уже занятия Я тоже хочу вас пригласить Да Ну, мы созвонимся, может быть, после Нового года И мы сделаем для наших зрителей Такое будет отдельное видео Набор в группу для занятий Как вы смотрите на эту штуку? Хорошо, смотрю, только после Нового года не будет А только ближе к весне К весне, вот это отлично Баня-бочка То есть банные процедуры Вот эта шикарная баня-бочка Это и очень интересная технология Хотя баня и рубленная будет А видите, оружие покрашенные промарет Как смотрится, да? Очень классно Скважину тут еще одну прорыли Теперь у нас их тут две Вот на этой фото растения Вот, кстати, баня из осины Из стволов Цельной осины Большая, хорошая такая баня Вот питомник наш Ну и где у нас вот уже сидят растения На будущее озеленение Вот тех вот альпийских горок Видите, вот Какие вот такие заборы Чистые, чистые, деревянные полностью все И стойки, и, значит, эти, да? Беседочки прочие там Вот один из домов, который вот как, значит, отель Сейчас уже люди приезжают Да, полностью Там всю мебель нашего производства Мы сами мебель делаем Из массива ангарской сосны Мощную, такую хорошую На века Ну, это кадр как бы Он последний тут В данной презентации Значит, вот Поэтому это такой некий комплекс Это не просто этот отель Именно вот то, о чем вы говорите Как раз Обучающий центр Оздоровительный Где будут приглашаться Куда вот Врачи, медики и так далее Которые, так сказать Будут работать с людьми Комплексно То есть питание Экологическое Или это очищение Значит, вода Ну, с водой тут все понятно Я думаю, не стоит говорить Это, значит, и так далее Значит, экология Культурная программа Что очень важно Потому что, сами понимаете Что такое, когда человек погружается В эту атмосферу Ну, например, ну, Пушкина Это понятно, да? То есть, это вот приобщиться Там люди просто другими становятся То есть, даже побывали Вот, походят по Усадму Вот это вот Там, аллея Анны Керн Там, да? Вот Тригорская Где, так сказать Вульфы, друзья Пушкина были И так, поскольку Это, конечно, ну, просто вот Часа-двух даже Как терапия тоже Очень даже важна Безусловно Но уж если это весна Или потом лето То это там Липовые аллеи Цветут липы Высокий берег реки Сороть Где вот это, значит, там Ну, это что тут говорить Ледяная река Она не замерзает Даже минус 40 Там ключи подземные Бьют, питают Значит, тут природа Сама великолепная Ну, и мы находимся всего Там, в двух километрах Ну, там, в пинхи Минутых в десяти Там Ходьбы от Тригорского То есть, вот Такое место Каждый день идут тут работы По улучшению По, так сказать Даже снег, не снег Поэтому, как мы откроем Как раз К весне точно Дополнительные гостевые домики Мы сможем приглашать Уже достаточно большое количество людей Мы сделаем объявление И, я думаю И вы с радостью Приедете в такое место Да, конечно Так что, дорогие друзья Имейте это в виду Продолжение следует...